Спасатели встретились со студентами Казыбаев-юниверсити. Они рассказали молодежи о правилах поведения при пожарах, при чрезвычайных ситуациях на водоемах и в целом о своей работе. Вначале ребята прослушали лекцию и посмотрели видеоролики, а затем спасатели показали наглядно, как оказывать первую медицинскую помощь. Реанимация делается двумя руками. Ваши две руки нужны для спасения этого пострадавшего. Студенты слушали внимательно. Работа спасателя интересная, но в то же время и напряженная. Случаев хватает, говорят честники. О некоторых из них они поведали студентам. Это было интересно, особенно так как я учусь в этой сфере. И правильно, что это проводится не только для нас, но и для других людей, чтобы они знали, как правильно оказывать медицинскую помощь. И что это не просто как на видео показали, а что уже прям конкретно знаешь, как нам сказали, что вот две руки, только они вам помогут, когда будет человек тонуть, например. Главное не паниковать и знать, что делаешь. Поэтому лекции закрепляют практикой. Чтобы лучше запомнилось, говорят спасатели. Такие уроки дают свои плоды. Данные мероприятия у нас, как я уже ранее сказал, проводятся на систематической основе. И результат имеется. Население прислушивается. Хотелось бы также напомнить, что за несоблюдение правил безопасности на водоемах в Кодексе Республики Астана об административных правонарушениях предусмотрена статья 364, налагаемая сотрудниками полиции. В том числе не стоит распивать спиртные напитки в местах купания и в целом. С начала года в области зарегистрирован один случай гибели на водоемах. Диана Салихова, Вадим Ударисов, МТРК.